Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта», местное время 16.00, наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня, пятница, 7 июня, анонс передачи, сообщения главного информуправления аппарата президента, информации из парламента, комментарии к Министерству иностранных дел НКР. Карабахское урегулирование обсудили лидеры России и Армении. Гость передачи – главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян встретился с президентом Конфедерации независимых футбольных ассоциаций Канифа Пер Андерсом Блиндом и членами возглавляемой марк-делегации. Были обсуждены вопросы, касающиеся развития футбола в республике. Президент Саакян выразил признательность Конфедерации независимых футбольных ассоциаций и лично Пер Андерсу Блинду за проведение в Арцахе чемпионата Европы Канифа, подчеркнув, что мероприятие станет серьезным стимулом для популяризации и развития этого вида спорта в нашей республике. Новости парламентской жизни. Неспикер парламента НКР Ашот Гулян принял профессора школы права и дипломатии имени Флетчера Тавтского университета Майкла Гленнана. На встрече собеседники обменялись мнениями по вопросам международного права, региональной ситуации, а также повышения международного авторитета Арцаха. С 3 по 6 июня годовые отчеты об исполнении государственного бюджета НКР за 2018 год был обсужден во фракциях Родина, Демократия, Дашнак Цутюн, Движение 88 и Возрождение Национального собрания. Согласно графику, предварительные обсуждения исполнения госбюджета завершились сегодняшним заседанием Постоянной парламентской комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Вердикт административного суда города Сержи-Пантуаз французского департамента Вальдуаз об объявлении недействительной декларации о дружбе между французским городом Арнувиль и арцавской общиной Шехер вызывает глубокое сожаление. Данное решение может стать неверным политическим сигналом Азербайджану, который вердикт французского суда уже интерпретирует в качестве поддержки своей политики по изоляции Арцаха. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел НКР. Подобное развитие, в свою очередь, может вызвать обеспокоенность армянской общественности и бросить тени на позицию Франции как нейтрального посредника в процессе карабахского урегулирования. В этой связи хотели бы особо подчеркнуть, что Франция, как одна из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, несет определенную ответственность за то, чтобы жители Арцаха ввиду неурегулированности конфликта не были бы ограничены в реализации своих основополагающих прав, включая право на развитие. Децентрализованное сотрудничество между городами Арцаха и Франции никоим образом не противоречит ни международным обязательствам Франции, ни ее усилиям в качестве международного посредника в процессе карабахского урегулирования. Выражаем глубокую признательность мэру и жителям города Арнувиль, а также других городов Франции и США, Бразилии и Ливана, которые установили дружественные отношения с городами и общинами Арцаха. Приветствуем решимость мэра города Арнувиль, Паскаля Дола. Обжаловать решение административного суда города Серджи Пантуаз отмечается в сообщении Министерства иностранных дел НКР. Общественная организация «Альтернатива» организовала акцию постоянного представительства НКР в Армении в знак поддержки народа Арцаха и законных властей. Участники акции держали в руках флаг Республики Арцах, а также плакаты с надписями «Арцах, наша Родина, Армения, Арцах, два дома для одного народа». Отметим, что участники акции передали письмо в постоянное представительство НКР. В письме мы отметили, что у нас есть два государства и один народ. Любой межнациональный раскол осуждаем. «Это может привести к негативным последствиям, а сейчас перед нами стоит задача защиты Родины, и мы должны выступать с призывами о единстве», – отметил представитель общественной организации Нарек Манташан. Он пояснил, что цель акции заключается в том, чтобы донести месседж до Арцаха, что разделительных линий быть не может. Пост предарцаха в Армении Карлен Аветисян на встрече с участниками акции напомнил, что борьба 1988 года «Арцахское движение» началась с призывов об объединении. «У нас одна Родина на два государства, все мы являемся сынами одной Родины. Хочу, чтобы больше говорили об идеях, которые объединяют. Прошу объявить войну тем, кто сеет вражду, всем клеветникам, независимо от того, с какой стороны они выступают», – отметил пост пред. Отношения Армении и России развиваются планомерно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля. «Между нашими странами стратегические и союзнические отношения, и это касается не только двусторонних отношений. Мы активно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза СНГ ОДКБ». Пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян сообщил, что лидеры двух стран обсудили также карабахское урегулирование, но в основном обсуждения касались экономической повестки. Детального обсуждения карабахского урегулирования не было, было просто отмечено, что есть общее понимание проблемы. Атмосфера была очень дружественной, стороны были настроены на решение всех вопросов, отметил Владимир Карапетян. Возвращение Арцаха за стол переговоров сложных, но принципиальный вопрос об этом в ходе беседы с журналистами в Национальном собрании заявил министр иностранного дела Армении Зограб Нацаканян. По его словам, без решения этого вопроса невозможно добиться прогресса в переговорах. Коснувшись сотрудничества власти Армении и Арцаха, Нацаканян оценил взаимодействие эффективным. По его словам, сотрудничество с властями Арцаха является для руководства Армении принципиальным вопросом. Нацаканян отметил, что Армения постоянно работает с властями НКР, особенно до и после любых переговоров. У нас есть четкий формат работы, который отражает ту политическую линию, которая обозначена нашим правительством и касается участия Арцаха в переговорном процессе, отметил министр. Он заметил, что если стороны придут к консенсусу в вопросе возвращения Арцаха за стол переговоров, это будет приемлемо и для минских посредников, поскольку для них приемлемо все то, что приемлемо для сторон. В этом плане у нас нет дискуссий с сопредседателями. Дискуссии ведутся по этому вопросу только с Азербайджаном, добавил министр иностранных дел Армении. Гость нашей передачи – главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал. Как вам уровень организации чемпионата Канифа в Арцахе? Впечатления самые положительные, самые благоприятные. Мне кажется, на мой субъективный взгляд, все, что мы видим, все то, что происходит вокруг нас, все на высшем уровне. Я хочу сказать и о церемонии открытия. Все было очень красочно, все было очень масштабно. Мне кажется, все службы, все те люди, которые занимались этим, они выполнили свою работу на отлично. Поскольку вы впервые в Арцахе, очень хочется поинтересоваться вашими впечатлениями и от края самого, и от людей. Действительно, я впервые в Арцахе. Впечатления самые положительные, самые благоприятные. Нас встречают люди на улицах. Все желают нам удачи, все улыбаются, все радуются. Это ощущение праздника, которое витает в воздухе. От этого, как говорится, никуда не уйти. Поэтому все очень отлично, очень позитивно. Хотелось бы, чтобы продолжали все в том же духе. Абхазия – живописный край. А Арцах, как вам понравилась природа Арцаха? Красивая природа. У нас была возможность. Мы были в окрестностях города, были в городе. Все очень зеленое, все очень красивое. На самом деле, очень напоминает нам нашу природу. Ну, некоторые отличия, конечно, тоже есть. У нас, наверное, больше зелени. Чуть-чуть, наверное, больше зелени. А так, конечно же, очень красиво. Такого рода турниры проходят не каждый день. И учитывая тот уровень организации, который мы видим здесь, нам есть, поверьте, с чем сравнивать. Потому что мы бывали и в других странах, и в европейских странах. Такого близкого нигде нет. Поэтому с удовольствием бы приехали еще раз в Арцах. И не только в футбол поиграть, но и просто отдохнуть. Ну и просто отдохнуть, конечно, можно и приехать, безусловно. Ну и в конце беседы ваши пожелания нашему Арцаху, нашим арцахцам. Хочу сказать, чтобы люди берегли друг друга, берегли те взаимоотношения, которые есть между ними. И, конечно же, здоровья всем. И молодым, и взрослым. И вы, и ваша страна, и наша республика прошли определенный этап. Все мы знаем те события, которые были в вашей республике, которые наши. Хотелось бы, чтобы мы все могли преодолеть и расцветали как страны. Это была беседа с главным тренером национальной сборной Абхазии по футболу Бесланом Аджиджалом. Завершает наш выпуск информация о погоде в субботу, 8 июня. На территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный 3,8, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 16,20, днем 25, 30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания. Сейран Карапетян Сейран Карапетян Сейран Карапетян Сейран Карапетян